Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами открытая студия и я, Дмитрий. И сегодня у меня в гостях редактор информационно-развлекательного автомобильного проекта Рунета Смотра и ее активный участник Воронов Юрий и Соловьев Сергей. Всем привет! Всем привет! В настоящее время у молодежи очень большой выбор, чем занять свой досуг. Хочешь, занимайся спортом, хочешь, иди творчеством, занимайся, пои песни, хочешь, танцуй, хочешь, занимайся развитием IT-технологий, хочешь, занимайся такими современными видами досуга, допустим, дворовыми это сейчас распространенно, особенно в Костроме, это стрит-воркаут. Но сегодня мы поговорим не об этом, а о том, как можно занять свой досуг при помощи автомобиля и как этот досуг организовать. И сразу скажу, уважаемые телезрители, у нас работает интерактив, вы можете зайти в группу ВКонтакте и под анонсом нашего сегодняшнего выпуска оставлять свои комментарии. Ребята с удовольствием, я думаю, в конце эфира ответят на все ваши вопросы. Так что не стесняйтесь, задавайте больше вопросов, и все будет, в общем, круто. Итак, ребят, еще раз здрасте. Здрасте. Вот. Первый вопрос у меня к вам. Расскажите предысторию вообще этого Рунета, портала вашего автомобильного движения, как-то зародилось, и давно ли это произошло? Ну, вообще, это началось все в Москве. Там Эрик Давидович создал свою группу, смотря, где они собирались. И также другие города начали делать. Ну, и мы решили, написали Эрику, можно ли нам создать эту группу. А Эрик – это тоже любитель автомобилей, да? Да, это стрит-рейсер. Уличный гонщик, да? Стрит-рейсер, да. Который, ну, во всех событиях гоночных. Принимают активное участие. Да. И решили тоже создать учебы нет нас. У нас город маленький, все друг друга знают. Угу. Ну, и вот, сколько вы говорите, два года назад? Да. Не думали, что так быстро все начнется. Ну, здесь создали, и месяц-два тишина была. А потом вот начали собираться. И вроде бы более-менее, и потом вот и народ только пошел. Сейчас уже, наверное, много у вас людей. Сейчас уже и молодые, и в возрасте уже люди приезжают. Как бы уже много кто интересуется. Угу. У меня следующий вопрос. Видел ваши фото и видеорепортажи, да? А чем вы занимаетесь? Вот основной вид деятельности вот этой группы у вас в чем все-таки заключается? В гонках. В гонках? Да. То есть вы устраиваете как дневные гонки, так и ночные, я так понимаю? Дневных-то у нас практически вообще нет. А так ночные. Ночные гонки по улицам города? Или это все-таки какая-то отведенная трасса? Ну, отведенная, конечно. Ну, да, за пределами города, чтобы мешать движению и, не дай бог, случаев пешеходов. Ну, а в основном ночью кто по городу, кто по советски, по прямой. Ну, сейчас вот, благо у нас очень много стало хороших, ровных дорог, да? Да. Выбирай любую. Только камеры. Вот. Самое большое зашло в Боинцево. Камеры, авто, видеоэффициации, да? Да, да. А вообще вот, если вот вы устраиваете гонки, как вот вы думаете о безопасности? Конечно. Конечно, мы сразу разделяем, чтобы где пешеходы стоят, зрители, то есть, чтобы никто на дорогу не выходил. Мало ли в случае чего. А это вот, давайте более подробно остановимся на этом, вот о безопасности, это очень важно, на самом деле, тема. Не зря инспекция ГИБДД, да, боится, когда устраивают такие гонки. А каким образом вы ограждения какие-то ставите, либо это люди стоят среди денег? Нет, у нас просто, ну, много кто из наших, ну, в общем, знакомых, у нас нет посторонних. У нас все, как бы, приезжают, и мы сразу говорим, ну, чтобы просто для своей же безопасности, как бы. И ставим в конец, и в начало улицы человека сразу, чтобы он говорил, что есть там машина или нет, чтобы, ну, не возникло встречного, встречный автомобиль, чтобы он не въехал в нас. Угу. Вот. И все. Гонки, я предполагаю, попарно, да, происходят? Да. Две машины 402 метра. 402 метра. А вот вы говорили про специально отведенные трассы, это где? Нет, это мы не скажем, это секретная. Это секретная информация, да? Это да. Тогда другой вопрос скажу, чтобы зрителям было, ну, может быть, сейчас кто-то заинтересуется, этим сообществом тоже захочет присоединиться к вам, да, погоняться, и получить адреналин, эмоции новые. То есть, где собираетесь вообще, вот, вместо сбора у вас? У беседки Островского. Почти каждый день мы собираемся. Мы живем этим, как бы. Ну, да, там, если даже, например, меня нет, либо Сергея, там все равно есть ребята из нашего движения, и, как бы, всегда там есть люди. А попасть может любой, любой живащик, у кого есть даже пешеход, просто которого нет автомобиля, но он хочет быть. Пожалуйста, мы всех ждем. Да, это стоит к нам попасть, это, наверное, самое легкое, это просто-напросто найти нашу группу ВКонтакте, стать участником нашего движения, например, ну, вступить в нашу группу, прийти к беседке, со всеми познакомиться, и все, это уже наш. Вот, Юр, расскажи, ты когда стал участником группы, как вообще узнал про это все? А, участником группы я стал уже, мы уже как горло, наверное, там состою, все движение вроде начиналось по весне, начал раскручиваться летом, и как бы уже ближе к осень, начал народ подтягиваться. С Сергеем мы знакомы уже лет 5 вместе в одном технике учились, и он говорит, что-то тут списались, я машину тут взял, на такой-то езжу, он такой, подъезжай к нам, там встретимся, поговорим, и все, с этого как бы все началось. Начал приезжать, гулять вместе, по городу ездить. То есть тусоваться, так я бы сказал, да? Ну да, мы же не только же, к примеру, там стоим около беседки, мы можем проехать там, попить кофе все вместе дружно, либо сходить в клуб, потому что мы ходили в том году уже сколько раз. То есть бросали своих железных коней? Да. Подокнаны, да, клуба? Нет. Нет? У дома. Подокнаны из своего дома, и сходились на какой-нибудь другой железный конь, который нас отвозил. Такси, например. Либо такси, либо свой человек. Кто не пьющий? Ходили за с вами. А вообще, вот сейчас пьющий, не пьющий, а вообще у вас группа здоровый образ жизни? Ну конечно. Ну и вот, как бы вообще против этого. Ну, был случай, то что вот даже было такое, то что, ну бывает, людям говоришь, там мы все равно присягаемся, даже то, что после выпивки в похмельной синдроме, там через пару часов тоже не садиться. Через пару часов? Ты что-то мало как-то. Ну не, почему, можно же как бы стопку, можно как бы выпить столько, чтобы больше вообще не стать. Лучше сесть трезвому полностью. Да. Чтобы просто, был такой случай, то что парни говорили, он не слушался, не слушался, в итоге его поймали. Он как бы потом уже звонил, ну вот мне вот, к примеру, он мне писал, там типа, вот меня прав лишили, а я сказал просто, я не написал, опять же, что, тебя предупреждали, тебя говорили. Тебя своя голова на ключах, да? Да, есть. Ну, ты сигарный. Дали понять, что к нам больше таких не надо. Да, хорошо. Потому что у нас, это один раз, два раза, три раза. А знаете, да, у меня сразу всплывает в голове образ, да, от ночных таких уличных гонок, Финт Форсаж, да? Где девчонки такие, в купальне, когда в коротких юбках, длинноногие, там везде царит там, в ручке спиртных, наркотики, то есть ласток, немножко по другой формации, да? Ну, наркотиков сразу говорю, что нету, алкоголь, это уже по желанию, по усмотрению наших гостей, например, да, которые смотрят, не те, которые, только те, которые смотрят, а, ну, девочки есть. Ну, сейчас о купальниках разговаривать уже нам поздно. Ну, да, сейчас глубокая осень. Да. Ну, купальники бывают и дома, со своей девушкой, например. Стараюсь отлично, за здоровое образ жизни, это правильно. Я даже с девушкой познакомился в этой группе. Да, это очень интересно. Подъехал, ну, вот, у меня прав не было еще, но мои эмоции нет. Подъехал, да, у него восьмерка черная, а у него белая. Он говорит, есть девчонки стоят, он говорит, да я не поеду, давай, я поеду. Подъехал, вместе живем, дюкать. Думаю, блин, вот, вот судьба. Вот, вот и подъехал. Вот подъехал. То есть, ну, наверное, группа для того и создана, чтобы не только там отрываться, как-то душевно, но и даже вот знакомиться, новое знакомство, новые друзья. Наши уже подшучивают, там, не смотрят, а дома-два. Ну, да. Это почему такое сравнение у вас? Ну, там наши и женятся, и разводятся, и меняют друг друга, там, и с другими, то с одной, то со второй, то с третьей, то наоборот, то с первым, то со вторым, то с третьим делаемого, да. Тогда у меня такой еще полный вопрос, вот я начал говорить о том, что видел ваши фото и видео, да, репортажи, которые выложены в группе, и заметил, что вот вы как гонки просто устраиваете, какие-то ночные, ну, а бывают какие-то акции благополитные, да, проводите? Да. Скажите об этом поподробнее, что было вообще? Ну, вот мы в ноябре устраивали акцию «День памяти погибших при ДТП» с сотрудниками ГИБДД, вот, мы ездили, ну, собрались колонной у ГИБДД и поехали в определенные точки города, раздавали листовки. На более, наиболее аварийные места? Нет, просто вот по советской, по территории, по всей, вот, и просто останавливали, сотрудник останавливал машину моему, водителю давали листовку, памятку, где, чтобы все ясно было, и браслетик, который, чтобы видно было на дороге, если бы ездил пешеход. Ну, там у нас чуть-чуть не получилось с сотрудниками, чуть-чуть нас обманули они. Да. А как вообще, кто инициатор этого всего? То есть, вы сами решаете, что нужно провести докуменцию? Да, было такое, то, что решили все вместе, пришли к этому решению, то, что нужно что-то делать, пришли в пропаганду, в отдел пропаганды, ГИБДД, поговорили с сотрудниками, тоже за все, и, по большому счету, я скажу, что мы сами все делали. Листовки мы тоже сами все делали. За свой счет все делали. В ГИБДД ничего не бросили. Например, девушки... ГИБДД только сопровождение, да, ваше? Ну да, остановки. И то так. То же самое было то, что вот эти браслеты, антибликовые, тоже делали же, своими руками все делалось. Вот. Покупали ленту, сами резали, сами шили. И тем более, знаете, я скажу, например, по этому вопросу, у меня закоснуло то, что в тот момент я не мог выйти, вот, например, с ребятами, я был на работе, вот, они были, которые вот были, мне за них тоже обидно, за тот случай, то, что вот по действительности все делали, да, кто там участвовал, там все делали, там мерзли на морозе, там 20 лишних градусов, было до себя. Просто под вечер, как даже вот в видео есть, то, что под вечер там они пришли, женщина, сотрудники, по рупору, разговаривала, говорила, напротив универма Кострома, стояла машина, машина включила маячки со сигнал, светсигнал, были поданы гудки из наших автомобилей, да, и просто-напросто колонна этих студентов с юрфака, они пустили шарики. Просто помогли нам. И все. А в новостях, например, я как в новостях видел, типа, вот ребята такие молодцы, такую-то сделала, туда-сюда. Сами выехали на своих машинах, а про нас как бы вообще не слово. Да, и в чем дело только лишь, например, насчет нашего движения, я не было ни одного слова. Не были не показаны наши ребята, никто. Было только сказано, четко я помню, то, что вот студенты там, четвертого, третьего курса, с юридического факультета, сделали такое своими руками, они молодцы туда. Вот это мне по крайней мере... Я понял тебя, Юр. Это, наверное, вот как я сейчас это понимаю, ситуацию. Это двоякая, на самом деле, ситуация. То есть, все-таки, первая ситуация, это недоработка средств массовой информации, все-таки, упустили. Но второе, мне кажется, все-таки, вы в чем-то виноваты. Я просто не знаю, вы делали пресс-релиз вообще? Нет. Мы просто приехали к инспекторам. Вот именно. То есть, средства массовой информации, они не владели, мало владели информацией, кто организатор этого, данного всего мероприятия. Ну, то же самое. Нужно было просто пресс-релиз написать, и тогда бы, я думаю, таких проблем не было. Нам ГИБДД сказала, мы все сами все сделаем, все как бы вам, вы просто вот занимаетесь листовками, браслетиками, мы такие, все хорошо. А в итоге? Ну, вот сейчас у вас такая есть возможность, то есть, через нашу студию, да, вы рассказали, все рассказать, все рассказать. организатор этого мероприятия все-таки? Они побоялись просто, как бы, это стритрейсеры, ну, какая от нас помощь может быть? Мы только гонять умеем, и нарушать, и все. Они этого побоялись. А вы как раз этим мероприятием, стереотип, да, вот это хотели сломать, то, что, начиная хулиган, да, которые проповедуют, там, не знаю, там, аморальный какой-то образ жизни, да, на самом деле, благот дело. Еще видел какие-то акции, расскажите. Детский дом ездили мы. Крываевский. Вот. Перед Новым годом мы решили порадовать детей, потому что, ну, детей нет такого, что у нас. Мы приехали на своих машинах, фокусника своего друга позвали, он им там фокусы показывал, вышли на машинах, тут они посидели, покатались, понажимали на все. С подарками приезжали? С подарками, да. Как в костюме Деда Мороза с пушком запрещали? так не было. Такого не было. Такого не было. Ну, я, в принципе, там тоже находился. у ребят в детском доме, у них что-то все равно, у них, я понимаю, их ситуацию, и у них прям огонек какой-то загорелся все равно. Ну, сначала мы пришли, они вроде бы что-то не этот, а когда уезжать, то начали обнимать, нас целовать, сразу. Ну, им было приятно, да. Если бы, конечно, не наши бы спонсоры, а так бы мы ничего не сделали. Помогли нам. в этом мероприятии, вот, еще акции какие-то планируются в ближайшее время, чтобы, может быть, зрители, сейчас услышав о ней, могли к вам присоединиться. Вот мы сейчас ищем детский дом тоже, чтобы нам посетить, съездить. Ну, уже не перед Новым годом, там у нас делалось, собирается тоже много. А так вот, месяц, два еще. Ну, да, я думаю, то, что, как бы, съездить, не то, что на земле в городе найти, либо на окраине города детский дом, а съездить куда-нибудь в губинку. Автопробегом. В губинку съездить, чтобы ребята реально были удивлены. Ну, да. Потому что мы звонили, они звонят в детский дом, они такие, нет, ребят, нам ничего не надо на вас есть. Мы можем сами вам помочь. Все, понятно, спасибо. Да, слышал не раз, когда очень далекая глубинка, типа Лохма, там, или еще где-то, вот, Боговарова, там, мы не доедем, мы сорьемся. Редкие гости, на самом деле, когда приезжает туда кто-нибудь, какой-нибудь артист, они там, одеваются в праздничные наряды, да, и говорят, как же, как же сегодня к нам артисты приехали, да, допустим, для них это, на самом деле, большой праздник, нам самим интересно, только за поездить, людей порадуют. Единственное, что только за городом выбираться, наверное, дорога все-таки там, в области еще не, или терпимо? Да, как терпимо? Подвеску каждый год меняем. А насчет подвески, вот у меня к вам вопрос, все гоночные автомобили, они занижены, и как-то подвеска изменена, у вас тоже, у большинства автомобилей, так сделано? Ну, стараемся, да, поставить подвеску, чтобы менее, мягче было, чтобы пожестче, чтобы поменьше. Скотчик нам мало, да? Чтобы не портилось. Но, и на управляемость автомобиля, в принципе, это тоже влияет, Да. С лучшей стороны. У нас дорогу-то, на автовокзале, я колесо пробил, пробить можно где угодно. Просто перестал. Да нет, в том году, вот мы Юрия провожали на поезд, мы на всей колонной, всей группой поехали. Мы колонны, едем, я перестал, и слева в ряд. И меня сразу к мосту тянет. Мы позвонили в ГАИ, там говорим, яма. Нам, говорят, что-то наплевать. Ну, сейчас такой, сейчас там такой проблемы, наверное, уже нету. Не, наверное, а точно нету. Там засфальтировали в прошлом году. Все советское. Все, наверное, засфальтировали, наверное, после этого звонка. Скорее всего, что автолюбители, Костромы, не могут спокойно ездить. А вот еще, давайте поговорим о вашей группе. В чем вот отличие? Я знаю, что существует у нас в Костроме, помимо Смонтре, еще есть другие автомобильные движения, гонщиков, да? Да, есть. Ну, мы не будем говорить название, но есть, да, мы с ними. Где-то я знаю еще порядка 2-3, да? самое, вообще, для меня это, как отцы наши, вот есть группа, это вот там, реально гонщики, люди, которые гонки устраивают уже, более серьезно, масштабные. Ну, и уже официальные, как бы, не то, что мы там. То есть? Это для нас, как наши отцы, мы считаем, мы вот на них смотрим, стараемся, как они. Ну, у них просто автомобили, у них уже подготовленные, попрофессиональные, чем у нас. Там не только подвеска. Ну, и двигатели заряжены. И двигатели, да. Вот, кстати, давайте сейчас, хорошо, что вы затронули на тему про автомобили, давайте поговорим с вами об автомобилях, которые у вас все-таки в группе состоят. В общем, какие, расскажите об автомобилях, какие все-таки приоритеты, какие в моде. У нас все есть. У нас, наверное, в большинстве моде это автоваз, поддержка, автопрома, лазовского, потому что, так скорее всего, то, что... Всех дешевле запчасти, у нас. Да, ее можно самому делать, не то, что и на марте, то же самое. автоваз, это такой конструктор, да, который нужно постоянно дорабатывать, модернизировать. Ну, насчет этого, даже если ты сейчас купишь новую машину, с нашим автопрома, ее все равно нужно будет самому доработать. Ну, не знаю, как вам Lada West, Lada X-Ray, которые сейчас вот вышли. Не видел. По-моему, очень даже такие крутые автомобили. Ну, говорят, что-то похоже, например, это как... По крайней мере, мы видим внешние. Но последняя фаза у Логана, салон почти же тот же самый, это же все равно уже конструкторы нашего автоваза и Логана компании. Ничего уже удивительного не увидишь. Ну, будем ждать, может, появится и в вашей группе Lada West, и вы уже сможете протестировать ее в гоночном режиме, да, как она себя ведет. Вот мы как раз хотим скоро сделать, как бы, сделать свои тест-драйвы, на видео снимать, чтобы люди видели, на чем мы в Костроме катаемся. Тест-драйв? тест-драйв, дорогам даже. Да, ну, подрогам-то что тут, нас все знают. Вот о тест-драйвах поподробнее. Это будут какие-то соревнования среди автолюбителей? Нет, то есть концерны, да, то есть новый автомобиль дает, и вы... Да нет, почему новый? Например, ты даже, я захочу, например, протестировать, например, по имени. Он забрал, допустим, двигатель, говорит, протестирование, расскажи, наверное, у кого у меня двигатель. Он поехал, на него. Привет, это снимают видео, это как тест-драйвы у нас на ютубе, я думаю, то, что много тест-драйвов, даже от нашего, где-то, от Эрика Довильича тут началось. Да, тоже снимают. Вот мы, да, говорим об автомобиле, сейчас, и вот, самый крутой автомобиль, какой? У нас все есть. У нас самый крутой, это транспортер, наверное. Транспортер, тот зеленый, который, да? Да, да, это у нас... Который на фото дымит, там, прямо из-под колес. Это у нас просто бомба, не автомобиль. Он заряженный? Нет, обычный движок. Обычный движок? Да. Он дымил-то, только дерево не вырвал, ну так бы все нормально. Дерево привязали его, чтобы поднимить хоть как-то. То есть, вы заднюю часть не показали специально, да? То есть, это он такой, типа, мощный сам? Да нет, это просто фокусировка сложилась. Мы, когда ГАИ подъехали, когда акцию проводили, они такие, а что с вами гоняют? Мы такие, а как же? Говорят, ну там, мы же неуправляемые, все нормально. У нас даже на газелях люди, на всю эту заднюю дверь сделали все беседку, там, смотры Кострома. А вот, что вы думаете самое главное в фининге автомобиля? На что, Юр, ты заделал свой автомобиль? Не до конца еще. Не до конца, но с чего ты начал? Посоветуй, вот зрителям сейчас в прямом эфире, расскажи, с чего начать? Ну конечно, про точки, все, ну, как бы, чтобы машина ехала, действительно, то, что она ехала даже... А не страшно? А что страшно? Если на российском автомобиле, да еще не нового производства, ну до этого надо машину подварить. Можно же усилить же. Усилить, да, раму усилить, усилить, подварить главное. Потому что у нас же есть тоже ребята, у которых, например, та же самая у него восьмерка, но у нее стоит двигатель от Priora, там, либо от двенашки 16-ти клапана, с 24-ти. Вот у меня вопрос такой сразу в голове возникает. Периодически я его постоянно слышу. Блин, зачем ты этот унитаз, как говорят, да? В него вкладываешь, валиваешь деньги, купи лучше себе за такую же стоимость нормальную иномарку и ездить спокойно. Но все равно сборить. Которая будет выдавать то же самое. Здесь дело в том, что я, наверное, думаю, то, что у меня уже на восьмерке езжу, я не знаю, наверное, каждую неделю ее делаю, что-то там делаю, что-то на шву, я туда-сюда, да. Но мне интересно тем, что я, например, я научусь что-то делать, я не буду сидеть там, куда-то ехать в автосервис, туда-сюда, да? Я знаю, что если что-то там и не так, я знаю, что там можно сделать, что-то исправить, что-то добрать там, вот это все. Это уже самое интересное. Любая поломка на трассе, и ты уже знаешь, где чего-то случилось. Да, например, иномарка, ты ешь нового даже иномарка, может быть, ты ешь только, хоп, что-то все погасло, что-то становится, блин, что? А там какой-нибудь предохранитель сгорел, ты не заметил. Всего-то, да? Может быть, даже реле, там компьютер отключился, все. Сергей, и у тебя кака машина? У меня 99-ая. Это как восьмерка такая с жопой подлиннее. Но все равно у него все началось с восьмерки. У меня, да, с восьмерки. Вот у меня сейчас какой-то родился вопрос. Вот вы говорите, у вас стрит-рейсинг, то есть дрэк-рейсинг, а дрифт? Пробовать? Это у нас зимой калаш, все там. Дрифтуете? Вот как первый снег только выпал, у меня летняя резина, думаю, а что мне ей пропадать-то? Надо съездить и попробовать. И у нас уже там подъезжаешь, уже все одни знакомые, сразу стоят. Дрифт у нас зимой постоянно. Дрифтуете все-таки, да? Юра тоже говорит, поехали? Нет, смотришь, он уже там по аллее, смотрит, едет. А для вас, для вас, какой вот вид гонок, стрит-рейсинг, дрэк или дрифт, более интересно? Дрэк-рейсинг? Ну, для меня вот дрэк-рейсинг. Мне нравится по прямой. Выжимать все, что можно, да, измельчено? Я тут тоже еду, настроения нет, парень тут в тонировке, в ксеноме, моргает там, что-то машет мне, думаю, блин, что ты хочешь? У него 12-ка, у меня 99-ая, старая, думаю, ну ладно, и вот мы с ним по-советской. Но у тебя тоже стандартный движок, не для него ничего? У нас главное-то не движок, а умение. И вот, просто я смотрю, он потерялся где-то. Смотрю, он меня... У меня вопрос, а он зарубался с тобой? Да. Но он потом, смотрю, из друзей меня удалил в контакте, думаю, обиделся что ли. То есть он твой знакомый был? Ну, не знакомый, но так. Есть подписчики, которые добавляются, спрашивают там, про всякое, про наклейки так же. Вот, смотрю, удалился, думаю, ну и бог с тобой, ладно. Это тоже была ситуация, обидно, наверное. У ТЦ Шоколада мы стояли, как раз ехали на моей машине. Да, я подвыпил пиво, говорю, ну покатай, говорю, хоть пассажир покатай. Я такой, стою на перекрестке, советский Лермонтова. Под пацанчик, стоит на котеке, все нагазовывает, я такой, стою, Серега, что рванешь, что-то, легко. Только зеленый, и уехали, все. На следующем перекрестке уже останавливаются, на красный. Он такой, подъезжает, открывает, открывает, ну и что? А чего вы как быстро уехали? У меня же, говорят, всего-то, типа, ну 1.3 двигателя у вас, 1.5 точно. Так у вас, у вас, так а чего ты тогда стоишь, газуешь? Просто было такое, действительно, народ подъезжает, они не знают, что там у тебя под капотом, просто была у нас такая же, тоже ситуация, тоже. Пацан, наш знакомый, друг, общий, ну стоит он, десятки, да, там у него 16 двигатель, один 16 клапанный, ну мощный там, ну столько был, под капотом. И он стоит тоже, и 4 подъезжает, он стоит, и 4 просто со свистом в ход, а там, турбированный движитель, оказывается стоит, и все. Да, мне если не было вроде бы, кажется, да, обычная, стандартная машина, под капотом. Да, у меня тоже не escрою, были такие случаи, я сам вложил в автомобиль, и тоже тут недавно переобрел другой, фото-cotм, и тоже тут ночью катался так просто, смотрю, меня обгоняют skyline на светофоре останавливается. Смотрю, он так ушел. Я думаю, да я с тобой тоже поеду. Вот так остановился, тоже рядом, все. Но, к сожалению, skyline и skyline полноприводный. То есть я как ни старался там с ним, я по прямой до следующего светофора со старта вроде бы ушел, а потом он все равно, то есть со старта он меня ушел, и я его в принципе не догнал. Ну у нас вот на гонках мы когда делали, у нас субаром преза был, и двенашка. Не сказал бы, что субар это у нас, если это выигрывало там, да? Двенашка там у нас, да. Главное умение, а остальное? Да. Вот об умениях, вот дайте совет, да как можно вовремя переключать передачу я такого играю, правильно? Ну тут момент нужно подвести, тут это не объяснишь, мне это надо. Чувствовать машину. Я, например, сейчас сюда ездил, по нижней дебре еду, спереди меня еду, я не знаю, там Гранта ехала. Мужик тормозит, тормозит, я слева направо перестраиваюсь, на второй, это около моста, можно грубо говоря сказать, и сразу же. Я на второй даю отсечки до 80 дал, и сразу же. Большинство водителей сразу, если дают даже отсечки, не переключаться, например, дал на втором, дал, а переключаться на третий. Зачем, например, тревожит эта третя передача, там, может, сцепится то, что она сцепится и может разрывать коробку. Я со второй по скорости смотря на скорость, то что сразу же я переключаюсь на четвертый двигатель без усиления бисем, сразу же идет. Это вот такой, уважаемые телезрители, это совет от Воронова Юрия, гонщика на восьмерке черной. Бойте себе тормозаполки. Поэтому вот, Сергей, еще вот про группу, если говорить, да, мы тут крайне затронули ваших, так сказать, отцов, учителей, да, а вот в чем особенность вашей группы от всех остальных, чтобы она была не похожа? Или она такая же, как все? Нет, нет, у нас свое, у нас мы все как бы, ну у нас нет такого, что вот остальные группы, они там собираются, как бы у них там, вот, вот сезон начался, вот они начали гоняться. А у нас не сезон, не сезон, мы вот, каждый день мы как, мы как семья, все вместе, все проблемы у нас, у нас даже есть общий чат, где мы там переписываемся, где ругаяся мы постоянно, где что такое не происходит у нас. Это было там, 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 как можно. Как дом 2 у нас? Ну, бывает такое то, что я, например, пока сюда ехал, у меня, у него, наверное, по времени из-за Волги, я ехал сюда еще поселить нарисированную, попал на одну полосу через мост, но я убью сюда минут 15 из-за дома. Вот, я зашел, я дома был, я смотрел там вот эту переписку в чате, отсюда пока ехал, я уже захожу опять ВКонтакт, там 172 сообщений в чате. Ну, это, ну, это, ну, это, это мало, я бывал, с утра прострешься, захочешь, там, тысячи лишних, ну, что, хоть, ребят, вы спите, не спите. Вот я с утра на работе смотрю, там, 100 сообщений, все написал, всем доброе утро, там, ответили, думаю, ну, сейчас пока приехал, думаю, надо постоять, подождать, смотрю, там уже 2 с чем-то, ну, ох ты, там даже читать уже бесполезно. А бывали вот такие случаи, да, что вот у вас, вот вы, как говорите, одна семья, допустим, на кого-то что-то там с кем-то случилось, и вы братья, да, ехали на выручку, помогали. Когда купил свою машину, только мы и слышали, помогите, съем, и выезжаем, с тросом сразу. Ну, да, был только момент, что-то... Не, один момент. Ну, до 3, ладно. Опять. 3 на 2? Нет, у меня датчик этого бензина не работает, и я что-то тут по километре жучу, что-то подсбьюсь, что-то не посмотрел, клоп-дай, еду, еду. Залонить нету, я такой лукавишка подпреваешься. И ты, давайте, ребята, скорее, да, на помощь мне. Да, ну, просто есть, например, он, например, на зеленый транспортёр, это тик, Ваня, блин. Он просто умеет, он даже не чувствует даже. Что есть там на тросу или нету? На тросу есть там кто-то? Ну, даже забыл, может, через полицейский, он 70 километров меня прокатил, машина занижена, 70 километров, там, у меня тормоза, читать, машина заглушена, тормоза, Тяжело же нажимается, я сзади, не знаю, там только это. Так, да, тоже вот у меня ремень ГРМ порвался, написал, вот Юра мне подъехал ко мне, сразу советчиков целого куча, что-то как делать, сразу вроде бы нужно. Ну, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, наверное, мешает, что-то. Ну, я помню, да. Один так говорит, делает, другой так говорит, делает. Да, нет, у нас, кто не знает, молчат сразу, никто ничего не пишет. Да, там сразу, да, пропадает. Например, даже вот в эфире ты сидишь, там, например, общаешься, там все, что-то общаются, общаются. Поп-тема такая, ты говоришь, вот у меня сама, как что сделать, все пропали, кто-нибудь знает такой, а, так слушай, тебе надо вот это, вот это, вот это, а все остальные сразу бедают. Ты только, ну все, ладно, понял, пошел делать, и опять начинать. Ушел, ушел. Ну, даже были моменты, что вот зимой, я вот к Сергею приезжал тоже, он вот с восьмеркой. Да, вот у девушки, я ездил на машине. Ну, восьмерка, это, конечно. Ну, тогда, ее дело не дело, она всегда была ломаться. Вот. Сергей тоже мне позвонил, типа, сможешь подъехать? Я подъехал тут сразу же, фару ему включил, потому что был уже вечер, темно, холодно. Делали, делали, потом вот так расстояли, грелись. У меня вопрос еще к вам. А девушки-водители у вас тоже есть группы? У нас есть. Да их много или? Ну, не сильно много, но есть. Ну, я не знаю, я, наверное, лично знаю, человек с семь девушек, который ездит. Кто же гоняется? Ну, еще гоняться не знаю. Ну, а с одной гонялась, Аня, только на гонках. Ну, она... И как она это делает, пацану? Первый раз ей страшно было, а второй раз она вот... Мы поехали тоже на гонки. Ну, уже не со своей группы, а с другой. Но она там, да, показала нормально. Ну, уже приятно стало, что с нашей группы, там, с других участников. Ну, вы, наверное, все равно к ним как-то по особенному относитесь. Ну, да. Ну, у нас много друзей. У нас есть из Бапана, где там, заниженные едят. Мы этого такого не понимаем. Ну, друзья из друзей. Юра близко с ними даже, знаком. Сильно близко. Притерся к нему в беседке. В зеркало не увидал машину. Снес, да? Ну, там даже машину меня не увидало. Там у парня ретро-автомобиль, все оригиналы. Копейка? Нет, шестерка у меня, понимаете. Ну, у нас получилось, что именно я выезжал прямо назад, и он тоже выезжал назад, и мы его оба поговорачивали. Без зерклам обоим не видно было. И они догнали друг друга. А вот мы тут сейчас затронули тоже вопрос. Говоришь, участвовали в соревнованиях между сообществами. То есть, бывает ли такое, что вы участвуете между разными группами автолюбителей? Нет, ну, просто другая группа делает гонки, и мы приезжаем. Участвовать в гонках? Ну, да, то же самое к нам. Мы, например, тоже делаем, нам тоже приезжают. Приезжают, ну, мы, конечно, рады, потому что у нас нет, там, что нет, вот вы не приезжайте. А вот такие, да, проводятся соревнования, они чисто на энтузиазме, или есть какое-то материальное заинтересованное? Нет, у нас на интерес. На интерес. У нас на интерес, да. А так, в принципе, бывает, что и материальное. Ну, там уже они между собой договариваются. Как бы нам это уже не к нам. Мы не заебаемся. Мы не банков. Но хотелось бы выиграть там, допустим. Несмотря что. Автомобиль! Так и дал, блин, Идарканевич. Если бы было более чудесно. Сейчас с вами. Ну, у нас здесь барабана тоже не вижу. И вот, вернемся мы все-таки к безопасности и к правопорядку. К инспекторам ГИБДД. Вообще, как у вас обстоят дела с этими властями? Мы ругаемся только из-за тренировки. В основном у нас все хорошо. Из-за тренировки? Да. Не хотят они нам разряжать эту тренировку. Но нам хочется. Что поделаешь? И как вы выходите из-за этой ситуации? Покупаем съемную. Съемную? Да. Съемную, шторки. Шторки, да. Кто как. Ну, мимо посада уж приезжаем с открытыми окнами. Он смотрит и улыбается. Но все равно же. Даже сейчас плохая погода. Их там дождь и окна открыты. Но он имеет право вас остановить и затребовать поднять окна? Ну, затребовать-то вряд ли. Там тоже. Но были случаи, что останавливали и спрашивали, мол, почему вы с опущенными стеклами едете? Ну, мы с девушкой заезжаем домой. Говорю, смотри, у нас спектр стоит. Она такая, да. Мы только заворачиваем. А вдруг, где они? Она говорит, не знаю. И сзади только мигалка. Я говорю, здесь снимай быстрее. Снимаем, он подходит. Он говорит, было же. Все, нет. Говорит, пока габарит не сделаешь, не отпущу. И сидит с правами. Блин, электрик сделать не мог. Пришлось сделать. Сидел. Сделался вы, да? Минут сорок делал, наверное. Он сидит и улыбается. Говорит, ну все, молодец, езжай. А так бы тебе выиграл бы штраф? Да. За этот, за габарит. За габарит сейчас. А сейчас минимальный штраф 500 рублей. Да. Самый минимальный. За тренировку такой же, да? Да. Ну, сейчас вроде бы как, не знаю, это в других городах, но мы начали в нашем делать. Что выписывают. Только записание, да. То есть, если меня вовлет в течение недели еще раз, то меня на сутки. Только за что? Ага. Вот. Хотя даже штраф его оплатить только через сутки, можно. Его сразу никак не оплатишь. Ну да. Пока там у нас эти переводы пройдут, питанцы поступят и тому подобное. И чего мы только не делали. Мы на них жалобы писали. Ну, сначала-то они подъезжают. Там вот, и матом бывает. Ну, стреклый инспектор. Камеру, телефон не включаешь. Все. Добрый, хороший сразу. Уху-ху-ху. Снимают. Для зрителей будет очень полезная информация, если вы сообщите, допустим, где у нас камеры висят. Вы, наверное, знаете? На Галлической висят. На автовокзале сделали новую. Как спускаться сейчас? Там, да, новая вспоминка. Ну, это как ехать отсюда в сторону автовокзала, да? Ну, там две так и висело, ведь, вроде. А одна висела. Одна там висит, а другая, вот где поворотно в Тругорску, она прямо вот тут на столбе висит. Да. Потом в красное, там вообще, говорят. Девять камер. Девять камер висит, потратить. Начинаю с... Там у нас... После перекрестка Караваева. Кирпично. Скоро, наверное, в Поддубном будет. Большой Андрей Павашов, Холохалитий. То есть, во всех населенных пунктах, которые там приходится проезжать по дороге. Ну, да, например, я раньше, у меня же родители живут в Красном, я к ним бывают, езжу в гости. Раньше у меня ходил на дорогу максимум 15 минут, сейчас у меня уходит, минус 30. Вот ты антирадаром ездишь? Нет. Я знаю, где камеры стоят. В чем-то правильно, конечно, потому что вот дорога в Красную, да, Дорога Смерти называется. Ну, да, например, вот... Она прямая, да, и люди просто теряют разные... Да, даже сотрудники ГИБДД были. Там были случаи, что... Это все, можно сказать, в одном месте, на одном километре, это как на поворот на большой Андрей Павашов. То есть, это какая-то магнетическая, да, притяжение, что именно вот на этом километре происходят такие события. Да, это так было. А вот зачем они на Гальпицкой повесили? Это вот как на парк приезжаешь, и вот тут... Да, там, там главное... Там дороги нету. Там камера висит, дороги нету. Кстати, сам попался там, недавно у него пришел штраф. 500 рублей. Я думаю, где на Гальпицкой? Раньше там не висело ничего, а тут приходит предписание. Ну, но пока. Я думаю, ничего себе. Ну, чуть подальше. Ну, просто-напросто... Где газовая заправка? Да, да. Все привыкли, то, что камеры раньше вешали в ящиках, либо стали на треноги. А сейчас ставят обычно, их все равно видно, потому что они моргают красным. А они когда работают, они всегда моргают красным. Ну, по закону... На зеленой тоже там... По закону, вообще, в принципе, они не имеют права их ставить. Они должны знак поставить предупредителями, либо надпись на асфальте. Вот я читал, вот даже вот видео сегодня же в группу выложили, что в каком-то городе мужчина судился с ними. И он выиграл. Успешно. Успешно, он выиграл. Потому что, да, водитель, в принципе, должен быть... Они должны предупредить об этом, чтобы снимать камеры. Потому что камера, она как... Она не то, чтобы тебе пришел квитанция, там, платить штраф, чтобы у тебя есть штраф. Она, наоборот, тебя должна предупреждать, а не штрафовать. Эту камеру обмануть можно. Также вот может ехать трактор, и я просто резко могу проехать, чтобы меня и трактор этот... Меня закрыл перед этой камерой. Ну, спрятаться, то есть. Ну, а штраф в итоге придет к трактору, который... Да? Как будто бы ехал 120. Ничего себе. Такое бывает у них. Ну, например, было, да, такое то, что... Знакомый он ездит на четверке. Четверка Лохматых, грубо говоря, годов. Очень старая, там, 90-е годы. Только... А штраф что-то там? Ему приходит штраф 30 километров. Он просто приходит от этого, он говорит, да-да-да, и говорит, вот ты мне объясни, вот как так, вот как? Вот ты мне скажи. Как можно на этом, да? Как можно на машину, да? Разве так... Ну, когда как, когда была, тоже вот ешь, забываешься, ну, о своем думаешь, едешь, смотришь на скорость и видишь радар. Вот, я сколько раз вот еще, ну, еще не приходило. То есть, ты пока еще, этот, чистый? Еще пока, да. У меня предупреждение только за резину. И то, я тоже ехал, еду, слушаю, ну, Гуфа еду. Не то, что там сторонник наркотиков или что, он меня останавливает, из ручки меня проверяет. Ну, у себя там, такой, в чем проблема? То есть, говорит, Гуфа служишь. Ну, и что теперь? Я тебе наркоман, что ли, теперь? Просто говорю, мне нравится, я слушаю, за резину, да? Ну, они просто так не имеют права. А вообще, у вас вот в этой группе, какую музыку вообще? Это абсолютно разную пропагандируется? Да, все. Самое быстрое главное, чтобы было. Я думаю, то что... Драть такое, да? Ну, да, все слушают то, что не нравится. Мы уже не можем не сказать. Вот ты там слушаешь, например. Кто-нибудь есть с Колей Басковым? Нет. Таких нет. Я думаю, вряд ли, что у нас такие будут когда-нибудь. А вот я знаю, что, допустим, передача Top Gear, да, там есть такой у них тест-пилот Stick, Stick, Stick. Вот. И он слушает классику, допустим. Баха, Бетховена, на самом деле. То есть, инструментальную музыку. Вы такую не пробовали? По какому расслабляешься? Ну, то есть, расслабляешься и сконцентрируешься. Я не знаю, он, видимо, расслабляется, сконцентрируется на дороге. То есть, спокойно себя ведет таким вот образом. Да. Вы нет, да? Чего мыть быстро, чтобы? Даже с утра просыпаешься, на работу опаздываешь, все, твое умение уже. Я еду, допустим, по Юлю Смирнову, у меня только вот так получается ездить в шашки. Больше никак, потому что я приеду не к девяти, а к одиннадцати утра. А так приезжаю, смотрю, даю пробку, думаю, а, хотел, шпел. Вот так съездил. Вот у нас есть вопрос от Светы. Она спрашивала, какого возраста преимущественно самые активные ночные жители Костромы? А у нас здесь сидим по 15 лет. По 15 лет? Ну да, друзья же, я же тоже, например, у меня может быть племянник, либо даюродный брат, который хочет со мной погулять. У нас даже приезжают парни с этими детьми, приехал там в коляске. Мы ему и наклейку на коляску сразу, что он наш. Да, им же все равно же интересно, например, с нами, потому что мы же, мы же не только же около беседки там, знаю, поехали, около беседки, поговорили, пощелкали, уехали. Мы также катаемся по городу, мы можем там, например, глупо сходить куда-нибудь прогуляться, просто, я не знаю. Тут уже там просто разбиваться, толпа остыть, там развиться на пару, у кого-то кто-то в одну сторону, и там по своим делам кто-то в другую катается. Но все же, это все-таки редкость, да, 15 лет, 60, но преимущественно какого возраста у вас? Ну, я думаю, то, что лет... 19-20, где-то у нас. 18-24, вот так. То есть те, кто получил только права. Да. Ну, почему права, вот, например, у меня уже там кто-то безобразие. Снимают колесо, наверное. Ну да, были случаи, когда первый снег лупал, то, что там по одному колесу, например, у меня в районе студенческого снимали. Четыре машины остались по одному, без одного колеса бензинга. У меня бензин сливали. Ну, один раз увидел лицо-то их, наверное. Я иду домой, смотрю, у меня парня молодец, наверное. Говорит, нас до ВК надо довези. Я такой смотрю, опа, друзья мои. Ну, садись, говорю, поехали. Что, говорит, будешь делать? Я говорю, все, убивать тебя буду. Только чего, куда? Ну, приду, придел, говорю, вот еще раз. А, то есть ты заметил, что у тебя бензин? Да. Я сына паука не окурил, смотрю, я зажигал к нему. Попал, но он убежал все равно. А как бы у меня стоит машина, и девушка сломана. И они думают, что заброшена машина, и начинают там лазить. Как бы, да нет, такого не было. Ну, так, да, у нас в Кострове вообще частенько бензин сливают. Видел еще у вас, что, автозвук? Автозвук это не мы занимаемся, но мы, да, участвовали, приезжали. Видел видосы, где там прямо машина ходит по донам, там ходит. В трехе багажниках вот так вот плавают. Там садишься и куртка вот так вот. Девушка села, и волосы как феном, блядь. Да, ездит. То есть в вашей группе есть какие-то автомобили, нет? Есть, да, парочку. У нас вот друг занимался, мы ездили пробегом, стоп, наркотики. Вот, и у него машина, это зуб было. Он только собрал, только хотел участвовать. Потому что мы ехали, когда мы ехали, в пятницу вроде, в воскресенье, там, автозвук. И в пятницу ему на трассе Кострома Нерихта, там дедушка не успел затормозить. И на полном ходу километров на 70-80 въехал ему в тренажку. То есть, как бы, машину восстанавливать уже смысла нету, а жалко. Как бы, все деньги он у нее есть. Ну, конечно. Она там прошумлена не в один слой, как бы, шумки, колонки по всей машине. То есть, ну, а страховой компании ты не докажешь, да? Ну, да. Там дополнительно, там, шумка была проложена, динамики и тому подобное. То есть, они смотрят на автомобиль. Да, они смотрят, как бы, они не оценивают то, что там, вот, допустим. Они смотрят там, ну, примерную цену. Они не знают, что, допустим, покраска, допустим, одного крыла 7 тысяч. Только покраска, но еще нужно подготовить его, потому что поклевать. Они этого не думают. Не готовят покраска 7, и все. Красть за 7. А подготавливать как? Да если ты же на железо покрасишь, то потом рыжики одни будут. Так, сейчас посмотрим еще разочек, есть ли у нас новые вопросы. Уважаемые телезрители, давайте активнее. Сейчас уже будем подводить итоги нашей сегодняшней беседы. Может быть, кто-то еще успеет задать какие-либо вопросы. А может быть, друзья, товарищи вашей группы, которая сегодня смотрит у вас. Ну, или потом будут жалеть, что они задали провокационный вопрос, на который вы бы не смогли ответить. Стесняюсь. Ну, все равно фидбок от конца я, наверное, буду... Я... Подожди, перебью тебя. Мы тебе с подарком пришли, не просто так. Такие наклейки не у каждого есть. Только у избранных. Такие наклейки, наверное, на двух машинах. Это у меня и у девушки Сергея на 8. Мы снимаем сейчас. Вот. Нет, машину продаем просто. А я думал, потому что дарите мне, чтобы не... Нет, это наклейки, в действительном роде, можно сказать, только у своих до наших. Это коронасмадра.ру, play.ip. Вот, мы тебе ее дарим. Спасибо. Езди наших, увидишь сигналь. Спасибо. Прямо в тон автомобиля, можно сказать. И тебе будут сигналить. Да, если тебе кто-нибудь там сзади будут сигналить, там пара машин. Спасибо. Вот такую вот интересную наклеечку нам подарили. То есть мне. Вот. Вот это вот для зрителей. Вот. Ну, завершая вопрос, наверное, вас спрошу. Какие планы на будущее вообще? Сделать открытие сезона, гонки устроить весной. Гонки весной, да? А так вот сейчас тоже группа будет делать ледовую дуэль. Ну, не мы, а другая группа. Тоже хотим бы участвовать. Машину сейчас готовлю. Вот я готовлю сейчас подвеску. Ледовая дуэль, она будет где вообще? Пока не знают они сами. То есть это будет специально отведено на трассу? Да, не специально. У них там и с пожарными, и со скорой, и с ГИБДД все согласовано. А, это ежегодно у них? Да, у них да. И просто мы как бы, ну, я вот лично хочу поучаствовать. Я что-то слышал о такой вроде бы битве. Да. Вот. Что ж, это интересно. Это очень интересно. Тем более машину можно подготавливать по-особенному, да? Это шипованная резина. Ну, вот я с ними разговаривал, они говорят, движок тут роли не играет, тут резина. Только резина. Там я видел, что на подготовленных машинах вот такие вот шипы прямо на коротках стоят. Потому что на другой резине, ну, если там, допустим, ты, допустим, первым поедешь, понятно, что... Последним приедешь. Да. Но если ты поедешь в последний, из тех участников, там уже предыдущие участники раскопаете дорогу, там будет, в принципе, грунтовое покрытие. Тебе тоже можно сделать резину, знаешь, как... Тебе саморезы накрыли. Внутри. А внутри еще... Да, у нас саморез можно и в центре поймать. Упс, легко. Вообще. После дождя, тем более. После дождя, да. Внутри чих-чих. Все, он приехал. А по зеленой по улице едешь, там лягушки только. С колеса, со скребаж потом. Ну, да, в 80 вроде бы, ну, не привычил, ничего. Вся машина в крови, мясо в каком-то. Лягушка? Ничего себе. Вот такие вот интересные новости, рассказы, истории нам сегодня наши гости ведают. На самом деле, я не знал, что там лягушки. Вот. Ну, поэтому, ребят, хочется сказать вам большое спасибо, да, что пришли, что рассказали об этом сообществе, об этом проекте, который существует у нас в Костроме. Мне, уважаемые зрители, смотрите, участвуйте в мероприятиях, которые проводят СМОТРА. Ждем всех в гости. С машинами без этой роли не играют. Если кто-то пешком, даже если на машине берите с собой термин с кофе, мы очень любим гору пить. Мы в кофейню ездим, у нас есть своя кофейня. В общем, все, кто любит ТОСУ, вперед на СМОТРУ, да, к ребятам. На СМОТРУ, да. Ждем всех там. Сейчас просто приезжаем, там уже, чтобы припарковаться нет. Было такое, да, то, что приезжаешь, ну, нет никого. Звонишь там, вызваниваешь, а бывает, приезжаешь, и машину-то постоянно некуда. Ставишь где-нибудь там, у дорогой. Поэтому еще раз вам спасибо за столь интересную и увлекательную беседу. Смотрите нас на портале iWatch и в группе ВКонтакте «Открыта студия». Вам успехов, процветания в вашей группе. Не хулиганьте, водите безопасней, не хамите проезжим, то есть водителям, которые ездят по правилам. Ну и побольше акций, которые вы в языке «Добрые дела» делаете. Это вообще круто, на мой взгляд, чтобы общество видело, что не только гоняйтесь, но и делайте добрые дела. Поэтому еще раз спасибо, уважаемые зрители. Всем пока, с вами был Дмитрий и «Открыта студия». Смотрите нас в ВК и на портале iWatch. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.